Напомним, минувшую ночь Владимир Путин направил обращение ополченцам с призывом открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, попавших в окружение. В Донецке заявили, что готовы дать киевским силовикам возможность уйти, но при условии, что они сдадут оружие и боевую технику. Ополченцы подчеркивают, они готовы принять все меры, чтобы не допустить роста числа погибших. По последним данным, которые сегодня представили в ООН, жертвами боев на Юго-Востоке уже стали более двух с половиной тысяч человек. Впрочем, едва ли эти официальные цифры отражают суровую реальность. С подробностями Сергей Самоха. На призыв российского президента открыть гуманитарные коридоры для украинских военных, попавших в окружение, руководство Донецкой Народной Республики отреагировало практически моментально. Ополчению тоже не нужно бессмысленное кровопролитие, и они готовы выпустить силовиков, но при одном условии. При всем уважении к Владимиру Владимировичу Путину, президенту той страны, которая нам в первую очередь морально помогает, мы готовы предоставить украинским частям, окруженным в этих отлах, гуманитарные коридоры, при условии сдачи тяжелого вооружения и боеприпасов. Дабы это вооружение и боеприпасы в будущем не могли быть использованы против нас. Сейчас ополченцы держат в кольце значительные силы противника, до 10 тысяч человек, и теперь крупных котлов уже 4. Накануне две группировки армии Юго-Востока сомкнулись возле Волноваке. В районе поселка Стыла окружены остатки батальонов Азов, Днепр и Шахтерск. Именно эти подразделения были брошены на прорыв окружения в районе Амвросиевки, где находятся солдаты 28, 30, 95 отдельных бригад. Кольцо вокруг Иловайска сомкнулось настолько плотно, что силовики были вынуждены покинуть город и рассредоточились по ближайшим лесам. На Луганском направлении украинские военные блокированы под Лутугина. Само же наступление, в ходе которого и образовались котлы, руководство ДНР предпочитает называть другим термином гуманитарно-боевая операция. Ополченцы не ставили перед собой цель уничтожить живую силу противника. Для нас это борьба за выживание, для нас это гуманитарно-боевая операция. Одна из главных ее целей убрать и отодвинуть противника от наших крупных городов. Не дать возможности ему наносить артиллерийские, ракетные удары и всего вида вооружения, которые у них имеются. Массированные обстрелы жилых кварталов и инфраструктуры Донецка и Луганска продолжаются почти два месяца. И по сей день ежедневно в густонаселенные районы сыпятся снаряды и гибнут мирные люди. Таня, ложись на пол и лежи. Или в подвал спустись, Таня. Меня забегу! Продавцы и работники продуктового рынка в Куйбышевском районе Донецка скорее по инерции прячутся за тонкими стенами одного из магазинов. В случае близкого падения мины от осколков это не спасет. Украинские грады начали работать с утра, именно в то время, когда покупатели обычно спешат к прилавкам. Снаряды легли недалеко от входа на базар. Только что, минут 10 назад, здесь была произведена атака градами. Много погибших людей, много людей с оторванными конечностями. Еще один массированный артобстрел пришелся на частный сектор на окраине города. Пока одни пытались потушить пожары, другие под руинами ищут выживших. Нет никого живого? Здесь, по-видимому, погреб находится. Пока не ясно зачем, но украинские силовики активно забрасывают бомбами угольные объекты. Горники шахты «Засядька» из-за артобстрела провели под землей несколько лишних часов. Как в таких условиях снова спускаться в забой, не знают. Я не террорист. И то, что у меня там... Мы трудяги, мы работаем на шахте. Мы работаем. Когда вы стояли на Майдане, мы тут пахали. Вы, Майдан, кого вы к власти привели? Опять тех же олигархов. И уж совсем цинично выглядят постоянные обстрелы больниц и поликлиник. В станице Ясиноватая украинская артиллерия уничтожила родильные и детские корпуса местной ЦРБ. Несколько снарядов попали в здание школы. Жилые дома разрушают целыми кварталами. На этот раз без жертв только по одной причине. Жильцы уже давно оставили эту многоэтажку. Я ничего не желаю. Ну хотя бы день. Они пожили бы в этих условиях, они бы всё почувствовали. Зачем издеваться? Мы что, террористы? Но несмотря на постоянные обстрелы, гуманитарную помощь смогли развести по небольшим городам и посёлкам Донбасса. В Макеевку привезли 100 мешков муки. Мы из неё испечём хлеб и раздадим населению, охороза, бесплатно. Гуманитарную помощь раздают в школах, детских садах и больницах. Продукты получают те, кто нуждается в них в первую очередь. Мы благодарны тому, что не забывают ветеранов войны, труда, детей войны, пенсионеров и просто пожилых людей, которые находятся в настоящее время в очень тяжёлом материальном положении. Все нуждаются в материальной помощи. Приходят сюда уже сотни людей из-за гуманитарной помощи. Гуманитарную помощь приходится распределять либо прямо с машин, либо каждый раз менять пункт выдачи. Это сделано в целях безопасности. Всё чаще очереди за гуманитаркой становятся целью украинских военных. Сергей Самох, Алексей Алексеенко, Вести. Продолжение следует...